Ну, каждое лето, значит, нам рождают новые проблемы, большие или малые, решаются какие-то проблемы, но больше возникает новых. И каждый год этот год прекрасных находок. В этом году я этот год назвал, этот сезон назвал сезоном пяти сенсаций. Валентина Лаврентьевича Янина. Имя Валентина Лаврентьевича Янина, академика, лауреата многих премий, хорошо известно не только в нашей стране. Первым историком по русскому средневековью назвал его Дмитрий Сергеевич Лихачев. 46 лет. Со студенческой скамьи Валентин Лаврентьевич связан с археологическими раскопками в Новгороде. Он руководитель Новгородской археологической экспедиции Московского университета, заведующий кафедрой археологии и исторического факультета, почетный гражданин города Новгорода. Первый наш вопрос, почему он как археолог столько внимания уделяет именно Новгороду? Новгород замечательный тем, что в его почве сохраняется все, что когда-либо в нее попало. И в частности, берестяные грамоты, которые впервые были открыты там в 1951 году, и с тех пор, к сегодняшнему дню, их найдено уже 753. Они рассказывают нам о таких вещах, которые не описывались в летописях, которые не попадали в другие записки, чудом дошедшие до нас. И по существу Новгород является единственным нашим шансом узнать нашу историю подлинную, не искаженную, не выдуманную, не историю в сказках и мифах, а историю в истине ее. Наш предок жил в деревянном городе, в деревянной деревне, в деревянном доме, и каждый раз его дом, сколько бы он ни простоял, обязательно сгорал от пожара. А вместе с домом сгорали вот те источники, из которых мы могли бы черпать сведения об древнем быте, о древней истории. Что в этом году, в это лето, интересного нашли в Новгороде? Пять сенсаций. Я обо всех рассказывать не буду, но о двух скажу. Первый из них – это находка берестяной грамот номер 752. Это грамота 11 века. От 11 века, это ведь первый век был письменности на Руси, от нее доходит документов очень немного. Из 753 грамот только 27 к настоящему времени относятся к 11-му, началу 19 века. Все остальные более поздние. И обычно эти ранние грамоты сухого содержания, кто сколько кому должен, не больше того. И вот в этом году на 11752 грамота, вот она передо мной, она фрагментирована, в ней немного не хватает, но содержание совершенно неожиданное для нас и потрясающее. Вот что в ней написано. Я посылала к тебе трижды. Какое же зло ты на меня имеешь, что в эту неделю ни разу у меня не было. Я ведь к тебе относилась как к брату, то есть держала тебя за родного. Чем же я тебя задела, посылая к тебе? По-видимому, то, что я к тебе посылала, было тебе неугодно. Я, как вы имеете, перевожу грамоту, я не считаю древний текст. Это тебе было неугодно. Ведь если бы тебе было угодно, то ты, скрывшись от людских глаз, обязательно прибежал бы ко мне. Дальше, тут вот оборванный текст, но из него одна фраза, значит, очень ясная. Где бы ты сейчас ни был, а напиши мне, ответь мне, воспеши, а напишет, то есть ответь мне. И, наконец, последняя фраза этого письма. Если я тебя как-то задела своим безумием, безумие более нежно перевести надо, бездумием, или глупостью, или неловкостью, поступками своими, может быть, тем, что посылала к тебе необдуманно. Если я тебя задела своим безумием, и если ты начнёшь насмехаться надо мною, то пусть тебя судит Бог и моя худость, то есть моя слабость. Но это уничижительно она себя так называет. Бог и я тебя судит. Но себя, она говорит, осудит моя слабость. Это вот одна находка. Любовная грамота, из которой мы видим, что тысячу лет тому назад люди жили тем же, с чувствами, что и сейчас. Вот так вот. Такую вещь мы предугадать не могли, что это может сохраниться, вот такая любовная переписка. А, хоть немножко, как это звучит? А, пожалуйста, с удовольствием прочту. Слала к тебе трижды. А всю неделю, что ты меня зла имеешь, О же, если ко мне не приходил. А я с тебя есть ме имела, аки брат с тобе. Ци у жити есть ме задела с люца. А то бе веде, яку есть негодно. А же быть и годно, то и зоцью быся вытерго притекла. Вот так. Это вот одна из 11 веков. Это так, да. А другая сенсация, это вот то, что вы видите здесь. Это клад западноевропейских монет, которые относятся к концу 10 века, первой четверти 11. Ни одной монеты более поздней, чем 1025 год здесь нет. Но в составе этих монет вот те страны, с которыми Новгород находился или в прямом, или косвенном контакте. Это, прежде всего, две византийские монеты императоров конца 10 века, в том числе вторая монета – это императора Василия II, при котором была крещена Русь, и в честь которого Владимир Святославич взял себе крестильное имя Василий. Он же у крещения Василия был. Дальше идёт большая группа 28 монет англо-саксонских, английских, чеканных в Лондоне, в Йорке, в Кентербери, в Саутгемптоне, во многих городах Англии. И монеты скандинавского чекана. Они подражают английским, но чеканные они в разных пунктах Швеции и Дании. И затем большая группа германских монет. Это в основном Южная Германия. Здесь Регенсбург, Аугсбург, Майнс, вот такие города, Кёльн. И маленькая сенсация, очень приятная для нас, это монета польского короля Мешко I. До сих пор такие монеты находились только на территории самой Польши. Ни одной из запределов Польши не было. И всего-то их известно в Музеях мира около 50 экземпляров. Очень большая редкость. И что странно, ни одного обломка и ни одной восточной монеты, хотя в кладах этого времени обязательно, в большинстве бывают восточные монеты, и обязательно присутствуют обломки, потому что монеты разного веса. И эта задача тоже решилась. Почему это получилось так? Потому что общий вес клада соответствует ровно одной гривне кун. То есть той денежной единице, которая основной была в первой половине XI века. 69 грамм. 68-69 грамм стоило. То есть нет, он просто... Ну, заначку такую сделал. Он отвесил себе этих западных монет одинакового размера ровно на одну гривну серебра и спрятал их в земле. И он знал, что у него там лежит гривна серебра. И гривна кун, то есть, простите. И если она ему понадобится, он знает, где её взять. Не надо взвешивать, пересчитывать. Он знает, сколько там, значит, врачей им отложено. Вот так. Это вот две сенсации. Ещё одна, тот клад, это уже не Новгород. Это Смоленск. Это около Смоленска такое село Гнёздово, в котором находится самый большой курганный могильник славянский X века. Это этим летом, это наша камера, это экспедиция, которую руководила Тамара Анатольевна Пушкина. Вот там был найден клад более ранний. Он относится к третьей четверти X века, значит, ещё до крещения Руси этот клад. В нём, ну, на экране это видно, великолепные вещи, ювелирные, женские украшения, большой набор, и монеты. В основном это монеты, превращённые в привески. Значит, вот что, на мой взгляд, любопытного. Все эти Гнёздовские клады, это шестой уже клад, все они относятся к одному и тому же времени. Это, по-видимому, начало 70-х годов. Ведь отчего клады остаются в земле? 10-го. Отчего клады остаются в земле? От того, что люди, которые их спрятали, не могли вернуться и вырыть их. А коль скоро много кладов одного и того же времени, одного и того же года, значит, большая губль населения произошла в этот момент. С чем это можно связать? На мой взгляд, только с одним событием. В 971 году был знаменитый поход Святослава на Византию, когда он собрал по Руси 10 тысяч воинов, и они, несмотря на победу его в этой войне, они почти все погибли. Он возвращался на Русь с малой дружины, надеясь набрать новых воинов на Руси, и вот тогда попал в засаду печенежскую, когда и был убит Святослава. Так вот, по-видимому, это убыль населения, Гнёздовы, связано с тем, что воины, которые начну на войну, они с этой войны не вернулись и не смогли добыть эти клады. Так что это снова выводит нас на конкретный исторический эпизод, о котором мы мало знали, о котором мы немножко больше теперь знаем после этой находки. Расскажите, а что мешает вам вашей работе? Мешает, ну как, то положение, в котором наша держава находится в настоящий момент. Очень трудны вопросы финансирования, очень трудны вопросы любого согласования, поскольку у нас власть не оформленная ни в центре, ни на местах. И, наконец, очень сильно смешает отсутствие возможности публиковать те вещи, которые мы нашли. Вот сейчас на экране вы этот клад увидели, вы эту грамоту увидели, но сколько пройдет лет до того, как они будут опубликованы, мы не знаем, потому что ни полиграфические условия, ни финансирования изданий, невозможность, так сказать, издать это в виде книги или альбома мы сейчас в ближайшее время не видим. Вот главное, что нам мешает. Нам помогают иностранцы. В прошлом году итоговая большая работа на английском языке была опубликована в Англии. Вот считанные экземпляры к нам попали в Россию. Вот на русском языке, значит, ничего не издается. В прошлом году, в этом году, была открыта в Дании выставка наших древностей. Они издали великолепный альбом на датском языке к этой выставке. Но вот на датском, а не на русском языке. Как обидно. Владимир Владимирович, от всей души желаем вам успехов в замечательной работе. Спасибо. Дай вам Бог здоровья, сил на благо нашей страны. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.